Новости большого города на Средней Волге Этого события ждали больше года. Трамваи вновь пустили по заводскому шоссе. Кадры из подземелья, самарской канализации – 110 лет. Собрали по осколкам. Самарские врачи спасли 7-летнему ребенку глаз. Полмиллиарда инвестиций в Самарской области откроют новые производства. Порезвился на 50 тысяч рублей. Родители подростка выплатят штраф за порчу автомобиля. Застывшие истории актеры театра «Грань» на сцене и за кулисами глазами именитых фотографов. На конце недели вся самара будет готова к зиме. Выездный штаб сегодня проверил подготовку к новому отопительному сезону. Жители 450 домов промышленного, частично Кировского и Октябрьского районов уже получают горячую воду по новым трубам. Что осталось доделать с подрядчиком на объектах, знает Валерия Куценко. Участок на улице Физкультурной почти готов. Здесь уже проложили новую теплотрассу. Осталось ликвидировать следы раскопок и все здесь привести в порядок. Сейчас на участке идут сварочные работы. Как только они завершатся, воду пустят по трубам. Для ее подогрева уже установлены три тепловые камеры. Для жителей важно, что мы на следующей неделе запустим воду в дома. А в дальнейшем мы в течение недели все работы здесь закончим. Уберемся, приберемся и уйдем отсюда. Работы на Ташкентской Старозагора подходят к концу. Сроки там были сдвинуты, поскольку на этом участке отремонтировали еще один незапланированный изначальный объект. Поменяли водовод. Технические работы почти завершены. По словам рабочих, один из сложнейших участков находится на пересечении улиц Каховской и Теннисной. Трубы там расположены на 12-метровой глубине, под железнодорожным полотном. Добраться до них было непросто. Труба под железной дорогой. Мы ее вытащили, прошли в камере. Там идет увеличение диаметра. Это район Каховской и Теннисной. Мы там не единожды были в этой части. Сейчас там метров 20 идет монтаж трубы. Основание сделали. Там очень трудный, сам будем говорить, рельеф. Представляете, глубина 12 метров под железной дорогой. Новую трубу проложили и на участке от Московского шоссе по улице Нововокзальной. Монтажная схема уже собрана. Горячая вода стала поступать в дома жителей. Осталось облагородить сам участок. Минувшей ночью горячая вода пошла по трубам домов промышленным, а местами и в Кировском, и Октябрьском районах. За три этапа проходили Московское шоссе полностью открытым способом. Потом? И замена полностью этих арок. Вот, их заменили, значит, на наши блоки, плиты. Ну, в общем, канал полностью тоже был заменен. Значит, основание тоже бетонное было армировано и заменено. Подготовка к зиме близится к завершению. Всего запланировано отремонтировать 15 объектов теплоснабжения. Их общая протяженность более 7,5 километров. А на дополнительном участке по улице Садовая работа обещают закончить в конце следующей недели. Валерия Куценко, Григорий Пельшаков, События. Больше никаких пересадок и зря потраченного времени. Но в заводском шоссе открыли движение трамваев. Сколько теперь времени уходит на дорогу, какие номера вернулись на эту магистраль, узнал наш корреспондент. Проблематично добирались. Приходилось с пересадками, то, что заводской стоит. На машине тяжеловато проехать. Утром особенно. Дочка Елены Горбуновой в этом году пошла в первый класс. Добираться до школы из Юнгородка было сложно. На заводском шоссе, которое сейчас капитально ремонтируется, частично закрывали движение трамваев. Сегодня сложности позади. Трамваи вновь пустили по своим прежним маршрутам. Событию радуются и другие местные жители. Событие, по-моему, замечательное. Особенно бабульки сильно заждались. В Норд ездить будут теперь отсюда. Вот у меня бабушка здесь живет. Обновили заводское шоссе на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полностью отремонтировали и контактную сеть. В марте благодаря оперативной работе подрядчик открыли движение трамваев под номерами 2, 3, 12, 19 до улицы Кабельной. А 21-й стал следовать по своему обычному маршруту. А сейчас оставшиеся пустили до Юнгородка. У нас наконец-то завершились ремонтные работы по заводскому шоссе. В полном объеме там восстановлено движение трамваев сегодняшнего числа. Наши трамваи, как они раньше обеспечивали перевозку, так и будут дальше возить всех тех, кто привык этим маршрутам и пользоваться. На заводском шоссе продолжаются дорожные работы. И сейчас приводят в порядок участок у пешеходного перехода неподалеку от завода Кузнецов. Завершить капитальный ремонт дороги должны этой осенью. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. 110 лет прошло, как в Самаре заработала канализация. Первые 4 километра построил владелец пивзавода Альфред Фонвакана. Эти коммуникации эксплуатируют до сих пор. Подземный коллектор спустился Сергей Кизоркин. Фонвакановская канализация больше похожа по интерьерам на средневековый европейский замок. Такие же тоннели, переходы и коридоры. А стены выложены из кирпича, по качеству который не отличишь от современного. Как будто стены выложили только вчера. Первый коллектор в Самаре построили 110 лет тому назад по проекту Вильяма Линдлея. Пивной барон Альфред Фонвакана вложил свои деньги и получился разветвленный 4-х километровый тоннель. Он до сих пор работает в общегородской системе водоотведения. Материалы для строительства везли со всей Европы. Гудрон для соединения труб из Баку, керамические трубы из Германии. И только кирпич изготовили в России. Первый замглавы Самары Владимир Василенко признается, впервые спустился в подземелье и увидел это чудо инженерной и архитектурной мысли. После Москвы и Питера наш водопровод и канализация – это одни из крупнейших. И вторая тема. Мы говорим, видим, как строили в то время. Это не канализация, а это, будем говорить, музей. Это искусство. Восхищает. И этим мы гордиться должны самарцы. Старинная канализация эксплуатируется так же, как и век назад, рассказал рабочий РКС Самара. У нас есть два колодца. Один, по которому спускались, и один для выемки грязи. То есть из лотка учащается вся грязь, и потом уже через второй колодец с помощью ведер, веревки, все это вытаскивается на улицу и вывозится. До постройки канализации самарцы помои выливали прямо на улицу. В городе часто вспыхивали эпидемии. Писатель Максим Горький, который работал в начале 20 века в Самарской газете, писал, Самара является одним из самых грязных и неблагополучных городов России. А буквально через несколько месяцев после запуска коллектора город поменялся кардинально. С улиц исчезла грязь, прижились деревья. Самара городом-садом стала, и появились кусты роз на улицах, именно когда появилась канализация. И хочу самое главное сказать, по принципу строительства канализации 1909 года до сих пор развивается наша канализация. Самарская канализация в 21 веке – это более тысячи километров труб, более 40 тысяч колодцев, 32 насосные станции, несколько очистных сооружений и лабораторий, которые контролируют качество воды, поступающих в Волгу. Мы бережно относимся к тому, что нам досталось, и проповедуем на предприятии как раз идеологию качества в том числе, потому что это очень важно, и важно, чтобы люди понимали, что нельзя жить старым, а наоборот нужно наращивать на это, использовать новые технологии, и главное делать это руками и с душой. Городская канализация и очистные сооружения сегодня эксплуатируются РКС Самара. Проходит масштабная реконструкция сетей. Она рассчитана до 1947 года. Применяются новые материалы и оборудование. Благодаря сотрудникам этого предприятия в домах уют, а в городе чистота. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Самарские хирурги спасли зрение 7-летнему мальчику. Он травмировал глаз, когда играл. О рукотворном чуде наш следующий репортаж. Вместо школы в больницу. Сын жителя Тольятти Алексея Тишкина Егор чуть было не лишился глаза. К беде привела обычная детская игра. Как рассказывал Егор, он стучал палкой об бордюр. Та отлетела и сильно травмировала глаз. Первоначально мы обратились в Тольяттинскую больницу. Там нет детского отделения. Там оказали первичную помощь. После чего направились сюда. Самарские врачи экстренно прооперировали мальчика. Травма по медицинской классификации высокой тяжести. Но хирургам удалось сохранить зрение. Сложная операция длилась около часа. Сейчас Егору предстоит долгий период восстановления. Получше стал видеть, да? Да, получше. Хорошо. В дальнейшем, после стабилизации состояния глаза, мы планируем выполнять оптико-реконструктивные операции, что способствует уже более качественному установлению зрения. Через месяц у Егора контроль на осмотр у врачей. После этого, возможно, он вернется в школу. А пока мальчик будет учиться на дому. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Помощь ближнему объединяет сердца. Под таким девизом в Самаре проходит традиционный, межконфессиональный и межнациональный марафон по сдаче донорской крови. В нем принимают участие представители разных культур и религий. На пункте сдачи крови побывал Никита Борисов. Донором может стать каждый. При себе нужно иметь только паспорт. А все необходимые анализы можно сдать прямо на пункте. Сегодня в акции участвует Александра Никишина. Она директор благотворительной организации. Рассказывает, использует любую возможность, чтобы помочь людям. Александра уже в третий раз сдает кровь нуждающимся и останавливаться не собирается. Потрясающее ощущение тому, что ты можешь кому-то помочь. Данная акция важна тем, что не все люди могут поехать, именно на станцию переливания крови или они боятся. А здесь они могут прийти в примыщенную для себя обстановку, сдать кровь и помочь людям. Межконфессиональный донорский марафон проходит в Самаре уже в третий раз. В нем принимают участие представители Русской Православной Церкви, Регионального Духовного Управления Мусульман и Региональной Общественной Еврейской Организации. Цель акции – привлечь внимание общественности к донорству и объединить усилия различных религиозных и межнациональных сообществ для укрепления позиций мира и согласия. Почему мы организовали донорский марафон именно с привлечением представителей и руководителей различных конфессий – это показать людям, что мы все едины, все мы братья и сестры, и что нет распри, особенно там, где речь идет о человеческой жизни. Закончится марафон в субботу в соборе во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. На парковке возле храма будет установлен мобильный комплекс заготовки крови, где медики примут всех желающих. Никита Борисов, Николай Сидоров, События. Напрыгал на 50 тысяч рублей в Самаре 15-летний подросток, изуродовал припаркованный во дворе дома номер 18 по улице Олимпийской автомобиль. В полицию с заявлением обратился владелец пострадавшего авто. Он рассказал, что отсмотрел видео с камер наружного наблюдения, расположенных на подъезде, и знает, кто повредил его машину. По предварительным оценкам сумма ущерба составила 50 тысяч. Полицейские допросили подростка, и тот сознался в содеянном. Школьник состоит на профилактическом учете по статье «Мелкое хищение» и нередко прогуливает уроки. В отношении подростка возбуждено уголовное дело. По статье «Умышленное повреждение имущества» он помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на срок 30 суток. Там с юношей проводят групповые и индивидуальные занятия, и в полиции надеются, что это даст хороший результат. Памятник дяде Степина Ленинградской начал рушиться. Самарцы забили тревогу в соцсетях. На опубликованных фотографиях видно, что одна из фигур заметно накренилась и может в любой момент упасть. Одна нога ребенка полностью оторвалась от платформы, пишут горожане. Мобильная приемина губернатора Самарской области уже отреагировала и поручила администрации Самарского района разобраться в ситуации. Напомню, что скульптурная композиция в честь литературного персонажа Сергея Михалкова была открыта в ноябре 2015 года. Автором фигуры высотой почти 6 метров выступил известный скульптор Зура Царители. Далее коротко о других событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще один подросток ушел не из специализированного учреждения, а из дома. Речь идет о 16-летней Ирине Основниной. Девушка исчезла в начале июня и до сих пор не вышла на связь. Всех, кто знает о возможном местоположении подростков, просят связаться с полицией. Всех отравившихся роллами из ресторана «Фарфор» выписали из больниц. Во властном Минздраве уточнили, что всего заболевших было 63 человека. Напомним, с 23 по 29 августа к врачам обратились несколько десятков человек, с признаками пищевого отравления. По информации представителей ресторана, бактерии сальмонеллы, ставшие причиной инцидента, обнаружили на копченой курице. По факту массового отравления возбудили уголовное дело. 5 сентября суд вынес постановление о приостановлении деятельности ресторана на Запорожской на срок 60 суток. В Самаре появится фонд защиты правдольщиков. Его учредителем выступит региональный Минстрой. Соответствующее решение принято областным правительством. Фонд должен быть зарегистрирован до середины ноября. В уставе создаваемой некоммерческой организации прописано, что она сможет приобретать объекты незавершенного строительства и инфраструктуры, а также земельные участки, предназначенные для этих объектов, финансируя завершение строительства недостроев, в том числе привлекая для этого средства граждан и юрлиц. Помимо этого фонд сможет заключать договоры долевого участия, купли-продажи помещений в многоквартирных домах и других объектов недвижимости для финансирования работ по завершению строительства долевок. Напомним, в Самарской области за два предыдущих года из перечня проблемных объектов было исключено 18 домов, однако в реестре обманутых дольщиков по-прежнему остается около 2000 человек. В двух районах Самары, в Советском и Железнодорожном, отключат холодную воду. Специалисты приступили к замене неисправных задвижек на водопроводе на улице Мариса Тореза. Работы будут идти в течение двух суток. На это время здесь перекроют движение. В Самаре построят новую школу на улице Николая Панова, на территории бывшего военного городка. Министерство обороны согласовало границы земельного участка для передачи муниципальную собственность. Следующий шаг – межевание. На участке в 3,5 гектаров хотят возвести школу на 1500 мест по такому же проекту, как в Южном городе. Ориентировочная стоимость строительства – миллиард рублей. Здания должны сдать в эксплуатацию в 2022 году. Ранее на этом участке находилась радиолокационная станция. Почти полмиллиарда рублей готовы вложить инвесторы в экономику региона и создать 500 рабочих мест. Список резидентов территории, опережающей в развитии Тольятти, пополнили сразу 8 компаний. Среди них – производство каш быстрого приготовления, комплектующих для автомобилей, полипропиленовых мешков. Соответствующее соглашение подписано в правительстве Самарской области. Резиденты ТОР полностью освобождаются от налога на имущество и на землю, а налог на прибыль снижается до 2%. Все это позволяет уменьшить затраты на запуск нового и расширение действующего производства. В Тольятти инвесторам гарантировано не только снижение финансовой нагрузки. Резиденты, как потенциальные, так и действующие, могут рассчитывать на административную поддержку региональных и местных властей. Бизнесменов консультируют, помогают им структурировать проекты. Всего у нас сегодня фактически 61 резидент. Это самое большое количество резидентов во всех ТОРах в нашей стране. Нам очень приятно, что как крупные проекты, так и проекты малого и среднего бизнеса приходят с новыми идеями именно в Тольятти. Поэтому мы можем смело сказать о том, что территория действительно комфортна. Регионы, город Тольятти создают лучшие условия в стране. И вас и считают. В России готовится к переписи населения. Она пройдет в октябре 2020 года. Подсчитают не только численность населения, но и узнают, какие национальности и в каких условиях проживают на территории страны. Информацию будет собирать и обрабатывать сайт госуслуг. Жители, которые не хотят, чтобы к ним в дом переписчики пришли, лично могут самостоятельно заполнить переписные листы в электронной форме. Об этом говорили на заседании специальной комиссии. В ближайшее время регистраторы должны обойти все улицы Самары и проверить, есть ли на домах таблички с указанием номеров и названием улиц. Под особым контролем частный сектор. Многие жители перестроили дачи в жилые дома и проживают там круглогодично. К ним тоже должны прийти регистраторы. Особое внимание будут уделять информированию граждан, чтобы они с пониманием отнеслись к инициативе и открывали двери переписчикам. И в то же время не стали жертвами мошенников. Мы должны использовать различные информационные поводы для разъяснения целей и задач переписи. Важность ее результатов для каждого муниципального образования, так как от численности населения зависит эта бюджетная обеспеченность. Не просто запечатлеть момент, а стать соавтором сценического действия. У самарцев есть уникальная возможность совершенно бесплатно насладиться творчеством двух именитых фотографов, чьи последние проекты были посвящены спектаклям не менее прославленной «Грани». Персонажи «Короля Лира» и «Корабля Дураков» взирают с полотен в музее «Россия. Моя история». Выставку вскоре закроют, так что спешите видеть. Необычный грим, нимбы над головой, причудливая игра света и тени. В кадрах снятой команды Александра Бердина-Лазурского актеры «Грани» предстают не столько в образе своих персонажей, сколько отражает фантазии авторов на заданную тему. В шекспировском «Короле Лире» Сергей Позняков играет сразу две роли – графа Кента, доброго друга короля, и хитрого Эдмонда. Сергей говорит, что фотосессия вдохновляла, и работой с командой фотографов было легко. Я, конечно, обомлел, потому что… Я уже как бы рассчитывал, что это будет очень красиво, потому что когда мы работали над этим, снимали, это уже было очень так заинтригованно, как-то магически. А как это был процесс? Расскажи, что такое… Это все. Мне накрасили все. Он долго искал образы, что там мы, да, как. Но он раз накидывает какие-то, да, так, посмотри, попробуй, так, с рукой, так, и раз, и все. Радо, что в этих… Получился как бы не только я, а именно как персонаж. Представлены на выставке работы московского фотографа Дмитрия Дубинского. Он снимал за кулиси спектакля «Корабль дураков», поставленного посредневековым фарсом. Режиссер «Гранин» Денис Бакурадзе за эти два спектакля получал золотые маски, смело идет на различные эксперименты. И эта двойная выставка не стала исключением. Фотографы, да, художники, они действительно создали некий такой интересный продукт, который может являться не только обслуживанием спектакля, как фотографическая документальная съемка, а они еще и создают свое авторское художественное произведение. Потрясающе, что спектакли, что актеры, что выставка и работы. Просто вот эстетическое, огромное, духовное, душевное наслаждение. Такой необычный ракурс. При таких костюмах, простых и сложных одновременно, добавляется еще какая-то такая позолота сверху. Ну, это что-то. Гости, побывавшие на открытии выставки, могли пообщаться с художественным руководителем Грани и с актерами спектакля. Работы можно увидеть до 23 сентября. Вход свободный. Валерия Куценко, Инга Пеннер, Григорий Пришаков. События. С авариями выберут лучших студентов. Меньше, чем через месяц, талантливые молодые люди смогут проявить себя на конкурсе «Студент года-2019». Заявки на участие принимаются до конца сентября. О новшествах этого года расскажет наш корреспондент. Песни студентки Алисы Монаховой можно услышать по радио. Такой спецприз приготовила для нее жюри всероссийского этапа конкурса «Студент года». Прошлую осенью Алиса сама боролась за звание лучшего, а сегодня готова поделиться своим уникальным опытом с новыми конкурсантами. Девушка станет одним из наставников проекта. Это идеальная идея. Придумать наставничество – это нужно. Потому что в том году я многое не знала, к сожалению, не все успевала спрашивать, и все было так вот на ощупь. Такие наставники у конкурсантов появятся в каждой из номинаций. Это главное новшество этого года. У нас очень много поистине интересных победителей, интересных ребят, которые могут поделиться своим опытом и в прошлом, позапрошлом, позапрошлом, позапрошлом в годах. В этом году лучших будут отбирать в десяти номинациях. От науки, спорта и культуры до развития образования и волонтерской деятельности. Получить заветное звание «Студента года» станет сложнее, но интереснее. Для участников подготовили новые задания. По конкурсным заданиям для каждой номинации у нас в этом году – это самопрезентация, где участники рассказывают о себе, о своих заслугах, кто они, что они, почему они достоины стать лучшими студентами. Конкурс «Студент года» – это прекрасная возможность не просто заявить о себе, но и начать делать первые шаги в карьере. Шанс есть у всех, кому не исполнилось 25-ти, и кто учится – научном отделении вузов и СУЗов Самарской области. Заявку нужно подать до 30 сентября по адресу Вилоновская, 30. Виктория Шарая, Никита Борисов, Дмитрий Мешканцов. События. Ровно век на страже интересов рабочего класса. Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения отметил юбилей. В Самаре на праздник пригласили энергетиков, коммунальщиков, дорожников и сотрудников транспортных организаций. Их поздравил и наградил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что будущее области во многом зависит от тех, кто в самых сложных условиях создает комфорт, уют для жителей. Награжден в том числе и первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Завершился праздник торжественным концертом. Но еще раз хочу подчеркнуть, что во многом качество реализации нацпроектов, да и конкретных решений в поселении, в городе, зависит от ваших трудовых коллективов. Что прежде всего бросилось в глаза? Я два года не был здесь, в Самаре. Это выйдя из вагона, это чистота города, благоустройство. Сразу увидел почерк нового губернатора. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самарегис на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»